Приветствую вас, дорогие друзья! С вами снова Тямыч и поток инсайда касаемо серии Total War не прекращается ни на минуту, можно даже так сказать. Итак, в прошлом видео я вам немного рассказал фактов и новостей о Total War Arena, а сейчас пожалуй самое вкусное и самое интересное для тех, кто ждет следующую игру в исторической серии Total War. Итак, друзья, немного, возможно, эта новость вас ошарашит, но что есть, то есть. Говорю, как есть. И сразу я буду рубить с плеча. Итак, друзья, должен вам донести, что следующая историческая игра в серии будет в эпоху, которую разработчики еще не охватывали. Да-да, дорогие друзья, в это трудно поверить, но так ожидаемой всеми третьей меди не будет. Итак, мы знаем, что Creative Assembly работала над исторической игрой в серии Total War. Уже какое-то время, но многие допускали, что студия вернется в привычный нам сеттинг и как всегда, подавляющее большинство людей думало, что это как раз будет Total War Medieval 3. Все-таки, во-первых, как-никак прошло уже 10 лет с момента выхода Medieval 2 и все ожидали третьего захода в средневековье, правда скажем так, с другого угла и на более, на высоком, более качественном уровне, как это уже было с античностью в Риме 2 и Атиле. Но судьба распорядилась иначе и в интервью Еврогеймеру журналу бренд-директор франшизы Total War Роб Бартоломью сказал, что команда работает над игрой, которую мы еще не охватывали. А это значит, что следующая историческая игра не будет происходить ни в феодальной Японии, ни в Римской Республике и ни в Средневековой Европе. Также мы не увидим ни наполеоновских войн, ни обретения штатами независимости. И еще креативный директор Майк Симпсон, как будто поддакивая и троллируя, он сказал такую фразу он так и сказал, Роб Бартоломью, но очень-очень интересно. И тоже подтвердил то, что это будет совершенно новая эра, совершенно новая эпоха, и это то, что Кэриди Фэссэмбли ранее никогда не делали. Игра эта в данный момент находится в стадии предпродакшена, и мы вряд ли о ней услышим, пока не зайдет речь о дате, собственно, релиза. И как будто троллируя фанатов, ортодоксальных фанатов серии, те, кто ждет в первую очередь историческую игру из серии Total War, разработчики, как будто их троллируя, еще нам сказали тот факт, что самое большое подразделение в команде Криди Фэссэмбли сейчас работает над следующей честью Total War Warhammer. Но, тем не менее, историческая игра в серии, она, как я уже сказал, находится в предпродакшене, и ее также разработают немалое количество человек, но вот именно то подразделение, которое работает над следующей вахой, оно еще больше, чем то, которое сейчас работает над исторической игрой. Короче говоря, да, сейчас, наверное, будет взрыв пуканов у любителей исторического Total War, сейчас, наверное, пойдут срачи в комментах, то, что вот они скатились, они продались Games Workshop, и теперь будут клепать только ваху, и все такое, ля-ла-ла-ла-ла-ла. Но, ребят, я вас прошу, пожалуйста, пока что не тревожиться по этому поводу, пока еще все очень рано говорить, то, что они бросили вот именно историческую ветку. Я более чем уверен, что игра уже зашла дальше, чем просто предпродакшен, просто, опять же, не могут сейчас крейт-фэссмблер раскрыть всех деталей о этой игре. Но уже очень важный инсайт пошел хотя бы о том, что мы уже теперь знаем, что это будет совершенно новая эпоха. И поэтому, очевидно, настало самое лучшее время для спекуляции о том, к какому же временному периоду будет приурочена эта новая игра в исторической серии Total War. Ребят, и тут, на самом деле, вариант осталось не так уж и много. Раз, соответственно, мы знаем, исходя из инсайда Creative Assembly, то, что это будет совершенно новая эпоха, в которую раньше разработчики не заходили, то, что у нас получается? Давайте поразмышляем. Давайте подумаем. Итак, значит, античность. С античностью все понятно, ее не будет, потому что, в принципе, всю античность, начиная с становления Римской Республики, в Первом и Втором Риме мы это уже проходили. Соответственно, это уже паханное поле, для Creative Assembly. Потом, Темные века. Темные века, или поздняя античность, опять же, была. Благодаря аддону Barbarian Invasion, а также Total War Attila. Тем более, что в Total War Attila, благодаря DLC эпоха Карломана, соответственно, ребята зашли даже вот в раннее Средневековье уже. поэтому, новая игра в данной эпохе точно не будет. Потом, Средневековье. Средневековье тоже все понятно, в Средневековье Creative Festival заходили целых два раза, в Первом и Втором Медиволе, и, соответственно, соответственно, тоже, как мы знаем по новости, в третий раз, видимо, в Средневековье они заходить тоже не будут. Эта эпоха уже тоже была изучена и сделана. Далее, что у нас еще остается? Япония. Сёгуна 3 по-любому не будет, это и так понятно, потому что, мне кажется, после второго Сёгуна там уже все и так сказано и поставлена жирная точка. Затем, 17-18 века, даже 19 века, тоже их сразу отрезаем, потому что, опять же, эти эпохи уже мы видели в Empire Total War, в Napoleon Total War и в Сёгун 2 Падение Смураев. И таким образом, что у нас остается? Эпох, на самом деле, у нас, где разработчики еще не были, да, где они еще не реализовали себя, осталось, на самом деле, не так уж и много. Ну, во-первых, давайте, скажем так, идти от самого раннего к самому позднему. Я думаю, в принципе, следующие варианты более-менее реальны, да, для разработки следующей исторической игры серии Total War. Значит, доримская античность, то есть, это та античность, которая была доримлян, даже можно взять бронзовый век. Опять же, да, в теории, такое возможно, потому что, я думаю, многим будет интересно сыграть за вот эти вот самые первые цивилизации, самые первые империи Востока, такой, как там, Ассирия, да, Ассирийская держава, Древний Египет, до-эллинистический, это, конечно, все интересно, но, с другой стороны, я думаю, надо отдавать себе отчет в том, что, по сути, геймплей будет тогда мало чем отличаться от, например, того же Второго Рима, благо, что на Втором Риме также есть отличные моды, которые, собственно говоря, нас и переносят в тот же бронзовый век. Поэтому, теории, конечно, возможно, что новая игра будет в этой эпохе, но очень маловероятно. Затем, кто у нас идет дальше? Китай в эпоху Междуцарствия. Это тоже очень интересный, на самом деле, временной промежуток по многим причинам, да, как бы, во-первых, сама эпоха довольно интересная, а во-вторых, сам Китай. Китай вообще, он в играх серии Total War вообще ни разу не был запечатлен, да, то есть, за все уже, получается, 16 лет серии Китая мы, ну, ни разу не видели, только, по-моему, в модах. В модах вводили Китай, но, опять же, это все неофициально. Поэтому, я думаю, то, что вполне возможно, то, что в данной серии, в данной игре, скажем так, вектор разработчиков, он переместится именно на восток, именно на Китай. Опять же, по многим причинам. Сейчас вообще, в принципе, даже если смотреть по мировой ситуации, да, всем рулит Китай, вся глобализация перешла в Китай, Китай сейчас у нас является действительно двигателем прогресса, именно на нем все основные заводы, производство все, короче говоря, все крупные конторы, они производство из своих стран переносят в Китай. Короче говоря, сейчас весь мир заинтересован Китаем, да, что это сама по себе за такая вот культура, да, страна, держава, и поэтому, я думаю, на этой волне интереса к Китаю, именно к восточной культуре разработчики вполне могут сделать игру про Китай, и вот именно про эпоху Междуцарствия, потому что данный временной период, он как раз отлично подходит для концепции тотальной войны Total War, поэтому вполне возможно, да, я думаю, что вот это вот уже более реально, чем, например, Бронзовый век. Далее, от гипотетического Китая эпохи Междуцарствия, следующий временной период, который могут реализовать разработчики в масштабном плане, это уже, наверное, только эпоха Возрождения, то есть этот небольшой временной промежуток, да, между Средневековьем, да, и, соответственно, уже эпохой Великих Географических Открытий, где уже полностью отказались от лад, да, тяжелых мечей, секир, булав и так далее, и уже отдали свое предпочтение Огнестрелу, вместе с Кафтанами, да, и красивыми одеждами. И, по сути, своей эпохой Возрождения, вот лично мое мнение, я думаю, что разработчики концентрируются именно там, потому что это действительно очень интересный момент, и эпоха Возрождения, она, знаете, перекликается немного с Империей из Total War Warhammer, потому что, если вы посмотрите, как выглядят солдаты Империи в Вахе, то вы, я думаю, поймете, что все это внешний вид оружия, да, там, то, как они выглядят, это все очень напоминает как раз, не знаю, среднестатистическую европейскую армию эпохи времен Возрождения. Вот эти вот металлические панцири, да, но, тем не менее, уже одежда очень легкая, да, отказались от тяжелых кирас, от тяжелых лад, там, от двуручных мечей в пользу уже огнестрелу, но, опять же, в эпохе Возрождения огнестрел все еще не играет важную роль. Очень также интересные формации в эпохе Возрождения нам становятся доступны, это те же самые Терцы, да, где в одном отряде сразу и пекинеры, и мушкетеры, аркебузеры, которые, вот это строение очень долгое время считалось вообще, скажем так, непобедимым. Опять же, сильная нацеленность на исследования морей, на флот, на корабли, и, как я уже сказал, такой очень интересный период, когда, вроде, уже и не ушло окончательно Средневековье, да, из сознания людей. Ну и еще окончательная эпоха Пороха тоже не пришла. Короче говоря, такой вот, получается, классный синтез, скажем так, философии ближнего боя, да, и вот именно Средневековье, и уже нового времени, с новыми тенденциями, Пороха, Огнестрела и так далее. Вот, поэтому, если следующая историческая игра в серии Total War будет в эпохе Возрождения, то я буду очень рад, и на самом деле, я, опять же, повторюсь, склоняюсь именно к этому варианту. И, помимо эпохи Возрождения, что у нас еще остается? У нас остается 20 век, на самом деле, потому что, как я уже сказал, 17, 18 и 19 века их наверняка не будет, потому что в эти века происходили действия игр Empire Total War, Наполеон Total War, а также падение самураев. Вот, поэтому у нас остается только 20 век и новое время с новейшим. Первая мировая. Первая мировая вполне может быть, учитывая то, что, опять же, в Total War Warhammer испытывали некоторые механики-разработчики, все мы знаем то, что, например, у гномов есть летающие юниты, и, в принципе, там есть летающие монстры, да, там всякие драконы, да, и всякая прочая нечисть. Вот, и это является самым, что ни на есть, таким прототипом, да, тестированием именно летающих юнитов, что вполне потом некоторые из этих наработок вполне можно будет взять для реализации именно летающих, там, вертолетов, самолетов и так далее. Но, опять же, насчет варианта Первой мировой, как уже то ли год, то ли два года назад сказал сам Майк Симпсон, креативный директор Creative Assembly, в том, что Первой мировой войны, скорее всего, не будет, они не будут ее делать вследствие того, что сам геймплей позиционной войны, который преобладал в Первой мировой, он был довольно-таки скучным и неинтересным. Вот, а насчет Второй мировой войны как раз Майк сказал, что Вторая мировая находится в планах Creative Assembly и, скорее всего, рано или поздно до нее дойдут. Последний вариант это, скажем так, создание игры уже в новое время, когда, соответственно, нам будут доступны военные конфликты после Второй мировой войны. То есть, каким-то образом они сделают игру, где будут корейские войны, вьетнамские войны, какие-нибудь локальные войны в мире и так далее. Но, опять же, мне кажется, такой исход маловероятен. Ну, что же, вот мы с вами и немного порассуждали, поспекулировали насчет того, в каких же исторических эпохах будет новый Total War. Опять же, я, лично от себя, мое имхо, я ставлю ставку все же на эпоху Возрождения, на Ренессанс, потому что, как по мне, мне кажется, для подавляющего большинства потенциальных покупателей и фанатов серии это будет наиболее интересная эпоха. Но, опять же, это чисто мое мнение, я не знаю, куда пойдут разработчики на данный момент. А также будет очень интересно в комментариях почитать именно ваше видение, ваше мнение, как вы, как ваша внутренняя ванга считает, куда, куда же забредет, нелегкое заведет, соответственно, разработчиков в этот раз. Какой исторический промежуток мы с вами увидим в следующей исторической игре серии Total War. Пишите свои мысли в комментариях, друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, зовите друзей и следите за нашим каналом. Дальше будет еще много интересного, и я так чую, это первый звоночек в очереде новых инсайдов по играм серии Total War. Оставайтесь с нами, с вами был Тимыч, всем пока и до скорой встречи, еще увидимся, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok